Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас не подписались по какой-то причине, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на различные модели машин. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их на подъемнике. Когда речь заходит о приобретении компактного и экономичного городского хэтчбека, то в большинстве случаев жители восточной части страны, конечно, будут делать выбор среди моделей японских производителей. Одними из наиболее популярных машин в этой нише являются такие авто, как Honda Fit, либо, например, Toyota Vitz. Туда же относятся и некогда мегапопулярный, причем и в леворульном исполнении, Nissan Note. Но что делать, если по какой-либо причине вам нужен только левый руль, и причем желательно, чтобы машина при этом была на автомате, на классическом, а не на вариаторной, например, трансмиссии. Подобные запросы на самом деле достаточно частое явление. И сегодня мы покажем вам автомобиль, который в целом им соответствует, и при этом стоит достаточно вменяемых денег на вторичном рынке. Встречайте, Opel Corsa четвертое поколение. Opel Corsa четвертого поколения появился в далеком уже 2006 году. Этот автомобиль простоял на конвейере 8 лет. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2014. При этом на рубеже 2009-2010 годов машину освежили, проведя ее через рестайлинг, в ходе которого в том числе обновилась и агрегатная линейка. Что касается российского рынка, где данные машины предлагались только в варианте с бензиновыми моторами, вы могли приобрести такой авто с одним из следующих вариантов силовых установок. Младшим в линейке был 1-литровый двигатель объемом 65 лошадиных сил всего на 3 цилиндра, который агрегатировался только с механической коробкой передач. Следующим по старшинству шел 85-сильный мотор объемом 1,2 литра, который сочетался либо с механикой, либо с роботизированной трансмиссией. Самые распространенные на вторичке варианты с мотором 1,4 имели разные двигатели на 90 до рестайлинг и 101 рестайлинг лошадиную силу. Агрегатировались они либо с механикой, либо с классическим автоматом. Ну и самая мощная версия 1,6 литра на рестайлинге на 150 лошадиных сил, мотор с турбонаддувом и коробка шестиступенчатая МКПП. Привод на всех курсах был только на переднюю ось, но у покупателя был выбор по типу кузова. Машина могла быть либо пяти, либо трехдверным хатчбэком. Наш сегодняшний экземпляр 2013 года выпуска – это рестайлинг, мотор 1,4 на 101 лошадиную силу и автоматическая коробка передачи. Традиционно обзор начинаем с разговоров про кузов автомобиля, про качество и толщину лакокрасочного покрытия, а также про то, насколько успешно кузов сопротивляется рыжей напасти. Толщина ЛКП у Корса во многом стандартная для любого, не только европейского, а вообще для любого автомобиля, составляет 90-140 микрон. Если больше, либо это вариант с утолщенным окрасом с завода, либо, смотрите, машину внимательнее. Возможно, элементы подвергались перекрасу. Что касается прочности самого лакокрасочного покрытия, то здесь, особенно к автомобилям первых годов выпуска, были определенные претензии. Корсы страдали тем же недугом, что и некоторые модели Volkswagen. На этих автомобилях встречалось буквально отслоение краски в местах сколов. То есть какой-то повышенной прочностью краска на первых курсах похвастаться не могла. Но при этом качество подготовки кузова к окраске было таковым, что рыжать эти сколы начинали далеко не сразу. И даже на возрастных автомобилях найти следы откровенной ржавчины бывало подчас затруднительно. Но, как это часто бывает, в случае, если автомобиль оказался в ДТП, то про качество заводской обработки кузова под краской можно, в общем-то, забыть. Так что при осмотре понравившегося поддержанного экземпляра Корса на ржавчину машину в любом случае проверяйте. Зоны риска, задние арки, пороги, а также сама крыша. Как это ни странно, не только ее козырек, но на возрастных моделях вполне возможно будет обнаружить и вздутие краски на самой панели крыши. Однако, если автомобиль до этого не побывал в серьезной аварии, не был после нее кустарно восстановлен, и при этом предыдущие владелицы или владельцы Корсы следили за чистотой автомобиля, поддерживали ее в нормальном состоянии, то, как правило, кузовных проблем на этих автомобилях вы избежите. Что касается каких-либо кузовных проблем, не связанных с ЛКП, то здесь можно отметить обязательную необходимость проверить исправность системы AFL. AFL это фары с поворотными линзами, так называемый адаптивный свет. В богатых комплектациях Корсы эта система стояла. И бывает такое, что к почтенному возрасту сам механизм регулировок поворота линзы начинает сбоить, либо вовсе отказывает. И в этом случае, скорее всего, вам придется раскошелиться на недешевую замену всей фары в сборе. Также не лишним будет проверить на работоспособность обогрев заднего стекла автомобиля. На первых партиях машин с ним тоже встречались проблемы. Ну а на что же обратить внимание при осмотре поддержанной Корсы по салону? На самом деле у этого автомобиля достаточно болячек, который, как правило, к большому пробегу уже успел устранить предыдущий владелец. И первая такая болячка касается ресурса мотора-отопителя. Как правило, на пробеге между 120, 130 и 150 тысячами именно этот узел отправляется на замену. Ну а если автомобиль имеет на борту систему климат-контроля, как, например, в нашем случае, тем более стоит проверить ее правильное функционирование во всех режимах. Прощелкайте отопитель по всем режимам обдува, по всем направлениям, скоростям вентилятора и покрутите температуру от самой холодной до горячей. Убедитесь, что по части климатики все функционирует исправно. Также имейте в виду, что на дорестайлингах были определенные проблемы и с блоками комфорта BCM, в случае отказа которых пропадала часть функций автомобиля в плане салонных удобств. Так что при осмотре проверяйте все электростеклоподъемники, такие функции, как подогрев сидений и подогрев руля. Если в вашей комплектации они будут присутствовать не лишним, будет также и проверить работоспособность клавиш на рулевом колесе. Что касается линейки агрегатов, то она здесь была довольно обширная, но некоторые моторы мы упомянем лишь вскользь. В частности, мы бы не рекомендовали рассматривать к покупке машину с младшим двигателем 1 литр на 65 лошадиных сил. Это, вообще-то говоря, трехцилиндровый и довольно простой агрегат с чугунным блоком цилиндров, с гидрокомпенсаторами зазоров клапанов и с цепным приводом ГРМ, причем не имеющий фазовращателей, то есть по конструкции двигатель на самом деле довольно примитивный. Но его маленький объем и, соответственно, маленькая мощность вынуждают даже на механической трансмиссии мотор этот крутить, чтобы хоть как-то удерживаться на подобном автомобиле в потоке. Соответственно, постоянная работа в зоне высоких оборотов не сказывается положительным образом на ресурсе агрегата. Поэтому более 240-250 тысяч километров подобный двигатель может отходить только в очень заботливых руках у человека, который будет крайне щепетильно относиться к обслуживанию автомобиля. Недалеко ушел от него по своим динамическим характеристикам и чуть более старший по объему собрат объемом 1,2 литра на 85 лошадиных сил. Конструктивно похожий, с чугунным блоком, но при этом уже с фазовращателями на обоих распредвалах. По сути дела, самыми распространенными моторами, атмосферными моторами на курсе этой генерации будут двигатели объемом 1,4 литра. Причем, в зависимости от того, дорестайлинговый это автомобиль или рестайлинговый, двигатель 1,4 будет иметь разную мощность, да и вообще, по сути, это будут два разных мотора. Более старый двигатель на дорестайлинге это Z14XEP или XEP. Этот мотор, по сути дела, тоже очень простой конструктивно. Это рядная четверка с чугунным блоком цилиндров. Здесь два верхних распредвала, при этом нет никаких фазовращателей, есть гидрокомпенсаторы, а в приводе ГРМ используется однорядная роликовая цепь, ресурс которой на практике порядка 150-200 тысяч километров пробега, после чего может потребоваться замена. Приятно, что по части поршневой группы Z14XEP не подкидывает владельцам каких-либо сюрпризов. Нет их здесь и со стороны, например, топливной аппаратуры, поскольку топливная система здесь примитивная, простая, это обычный распределенный впрыск без каких-либо заморочек. По сути дела, одной из наиболее частых проблем на этом двигателе, с которой так или иначе сталкивались большинство владельцев подобных машин, был впускной коллектор с заслонками типа TwinPort. С пробегом и с возрастом эти заслонки могли по разным причинам выходить из строя. Как правило, проблема была связана либо с актуатором, либо с самой тягой заслонок, которая банально ломалась, после чего впускной коллектор прекращал функционировать должным образом. Это в лучшем случае сказывалось на ухудшении параметров работы двигателя в плаве ровной работы и в плане снижения мощностных характеристик. В случае выхода коллектора из строя, его придется либо менять в сборе, либо заниматься ремонтом, если это еще будет возможно. Также на двигателе Z14XEP следует следить за исправностью работы системы вентиляции картерных газов, и в частности за работоспособностью клапана EGR. В случае их выхода из строя, это опять же сказывается на тягово-мощностных характеристиках агрегата и может приводить к увеличению расхода масла на угар, поскольку в случае, когда система вентиляции картера прекращает должным образом работать, масло у вас в буквальном смысле летит во впускной коллектор, а следовательно и в цилиндры. Что касается каких-либо характерных мест масляных течей, то для Z14XEP характерна протечка масла по прокладке клапанной крышки, а также по датчику давления масла. Причем сопливить может как сама прокладка уплотнения, так и сам, собственно говоря, датчик. В этом случае он подлежит обязательной замене. В остальном каких-либо явных вопросов этот двигатель не вызывает. Его ресурс в нормальных руках при должном уходе способен превысить 300 тысяч километров пробега. Что для двигателя с небольшим объемом очень и очень достойные цифры. Единственное, за чем следует поглядывать, это навесное оборудование. Встречались случаи, когда генератор на подобных автомобилях приходилось перебирать на пробеге буквально между 50 и 100 тысяч километров. Ну а моментом, с которым так или иначе сталкивались все владельцы Opel Corsa, это выход из строя реле включения вентилятора охлаждения. Естественно, в этом случае очень недалеко до перегрева всей силовой установки. Поэтому в летний период убедитесь, что вентилятор охлаждения у вас исправен и работает корректно. В остальном же какие-либо проблемы по данной силовой установке в основном бывают связаны либо с навесным оборудованием, таким как, например, генератор, который к большим пробегам может запросить переборки. Так, например, и с выходом из строя реле включения вентилятора охлаждения, что уже серьезнее. Поэтому данную неисправность лучше, что называется, не упускать. Не отличается какой-либо особо долгой жизнью и термостат в данном случае. Так что за исправностью системы охлаждения смотрите, и если вы не будете перегревать данный силовой агрегат, то и служить он, соответственно, будет вам долго и исправно. Кстати говоря, в Opelovских двигателях первая буква в названии силового агрегата обозначает класс Евро. То есть класс токсичности, к которому этот двигатель относится. Соответственно, на дорестайлинге 90-сильный мотор с индексом Z относится к классу Евро-4. А вот сменивший его на рестайлинговых автомобилях А14XER относится уже к классу Евро-5. Эта силовая установка была получена путем модернизации Z14, про которую мы только что говорили. Выдает она уже 101 лошадиную силу. И в отличие от более старого варианта, имеет фазовращатели на обоих валах. Блок цилиндров по-прежнему чугунный. А в приводе ГРМ используется цепь с ресурсом порядка 150 тысяч километров до замены. Как водится, внесли некоторые изменения, переделали впускной коллектор, который по-прежнему сохранил изменяемую геометрию. Ну а в топливной системе обошлось без новомодных ТНВД и форсунок высокого давления. Ничего этого на А14XER по-прежнему нет. Людям, которые планируют купить и эксплуатировать по следующим подобную машину, следует помнить также и о том, что в системе зажигания у этих двигателей используется одна большая катушка на 4 цилиндра. Модуль зажигания. И в случае появления пропусков по цилиндрам по причине выхода из строя этого самого модуля, его придется менять сразу в сборе. Хотя кто-то и пытается ремонтировать его в случае возникновения пробоев. Средний срок службы этой катушки зажигания порядка 150 тысяч километров пробега. Помните также о том, что свечи на этом моторе лучше использовать не абы какие, а точно подобранные по каталогу и хорошего качества. В этом случае модуль зажигания будет иметь шансы на долгую жизнь. По части надежности А14XER получился не хуже своего предшественника по большому счету. И несмотря на наличие фазовращателей, какими-либо особыми неприятностями владельцев не огорчает. При должном уходе вы можете рассчитывать на те же самые 300 плюс тысяч километров пробега. А вот рекомендовать к покупке подобный автомобиль с максимальной по мощности силовой установкой А16ЛЕЛ на 150 лошадиных сил с турбонаддулом мы бы, наверное, не рекомендовали. Во-первых, эти машины шли только с механической трансмиссией. А второй момент, данный двигатель оказался слегка не приспособлен под возросшие показатели мощности. Что особенно проявилось на его высокофорсированных версиях с индексом А16ЛЕТ, которые, правда, сюда не устанавливались. Но, тем не менее, на первых автомобилях были в том числе и проблемы по части разрушения поршневой группы. Плюс возросшие требования силовой установки к качеству топлива, боязнь детонации и все сопутствующие турбомотору плюшки в виде, например, сокращенных интервалов замены масла. Так что по части мотора, если вы смотрите Корсу, верный выбор – это атмосферник объемом 1.4. Как на дорестайлинге, так и на рестайлинговом авто. Ну а что касается коробок передач, то картина здесь следующая. На Opel Corsa могли устанавливаться несколько разновидностей механических трансмиссий, роботизированная КПП и классический автомат. Механика с индексами F13 и F17 устанавливалась на все версии автомобилей с бензиновыми моторами, кроме турбомоторов. Эти коробки пятиступки отличаются достаточно неплохой живучестью по большому счету, но только при эксплуатации в очень разумном стиле. Практически неизбежная проблема на машинах с большим пробегом – это разболтанная кулиса. Механизм достаточно быстро теряет былую четкость включения передач. При осмотре на подъемнике такой автомобиль обязательно следует проконтролировать на предмет отсутствия течи сальников, приводов. Ну а на тест-драйве подобного автомобиля обязательно убедитесь в том, что коробка при вождении не издает каких-то лишних посторонних шумов. В случае же, если вам показалось, что механическая коробка на Корсе издает какой-либо посторонний звук, советуем убедиться в этом, либо опровергнуть, уже вывесив автомобиль на подъемнике, поскольку наличие шумов в данном случае может говорить в пользу того, что первым, что вы будете делать после приобретения данного хэтчбека, будет замена этой механической коробки на исправную контрактную. Кстати, масло в ней следует менять раз в 50 тысяч километров пробега, хоть это и механика. В случае, если вы смотрите турбо-версию, то там будет стоять коробка серии М32. Это шестиступка, которая рассчитана на куда больше крутящий момент, чем пятиступенчатые трансмиссии на младших моторах. Сама по себе шестиступенчатая механика, не проблемная коробка, но она агрегатируется с куда более привередливым к качеству обслуживания и топлива мотором. Средний ресурс сцепления, то есть диска и корзины, порядка 100 тысяч километров. Вполне возможно, при замене этих компонентов, чтобы не лазить дважды, вам придется поменять и рабочий цилиндр сцепления, совмещенный здесь с выжимным подшипником. То есть здесь присутствует гидровыжим. Правда, ничего особо страшного в этом нет. Что касается роботизированной коробки Изитроник, то в целом все, что было сказано про механику, справедливо и для него тоже, поскольку сделан он именно на базе механической трансмиссии. Но при этом имеет дополнительное усложнение конструкции в виде непосредственно механизма переключения передач, то есть того же актуатора. Роботизированная КПП на курсе будет требовать для своей нормальной работы адаптации точки схватывания, то есть отстройки. Делать эту процедуру придется, скорее всего, раз в 10 тысяч километров пробега, либо чуть реже. Это позволит сократить до минимума задержки при переключении передач, но на роботизированной КПП с такой схемой, как здесь, они однозначно будут. Поэтому перед тем, как отдать деньги за подобную машину, прокатитесь на ней сами и определите, сможете ли вы ездить на машине с таким характером. Ну а оптимальным выбором с точки зрения удобства эксплуатации и, как ни странно, ресурса будет классический гидромеханический автомат фирмы Aisin, который установлен на автомобилях с двигателем 1,4 литра, как в нашем случае. Коробка эта весьма надежная и до ремонта способна выходить 250-300 тысяч километров пробега. Единственный момент, эта трансмиссия, как и большинство современных автоматов, очень часто пользуется блокировкой гидротрансформатора, даже при обычной повседневной езде. Соответственно, продукты износа этой самой блокировки попадают в масло и в случае, если интервалы его замены будут чрезмерно длинными, вы рискуете столкнуться с забитыми каналами в гидроблоке, что потянет за собой уже более дорогостоящую и основательную переборку всего автомата. Так что при покупке подобного авто, если трансмиссия на ходу ведет себя адекватно, не дергает и не пинает, при последующей эксплуатации меняйте масло не реже, чем раз в 50-60 тысяч километров пробега, причем с фильтром, что позволит удалить продукты износа из трансмиссии, тем самым продлить ее ресурс. Что касается подвески Opel Corsa 4-й генерации, то производитель здесь постоянно по ходу выпуска модели проводил работу над ошибками в сторону увеличения ресурса компонентов ходовой части. Поэтому чем свежее будет автомобиль, который вы смотрите, тем лучше. Что касается схемы устройства, то спереди здесь у нас Макферсон, ну а сзади обычная балка. По ресурсу оригинальных компонентов, все у Corsa 4-й генерации очень и очень даже неплохо. Пожалуй, наименее ресурсным компонентом этой подвески, кроме стоек стабилизатора, что уже, конечно, классика, можно будет назвать опорники передних стоек. Ресурс до замены порядка 60-80 тысяч километров пробега. Но вот все остальное ходят вполне взрослые рубежи. Сайлентблоки передних рычагов в оригинале отрабатывали свыше 100 тысяч километров. Шаровые опоры в рычагах просились на замену никак не ранее, чем на 120 тысячах. Срок службы ступичных подшипников это от 80 до 200 тысяч километров. Все очень сильно зависит от стиля езды, качества дорог и размера колесных дисков. Что касается рулевой рейки, самого дорогого узла любой ходовки, то рейка здесь электрическая. Соответственно, никаких протечек и так далее на данных автомобилях у вас не будет в связи с отсутствием здесь системы гидроусилителя руля. Сам ЭУР на самом деле тоже очень-очень отказоустойчивый. Проблемы здесь возникали не часто, немного и в основном были связаны с отказом датчика угла поворота руля. Но при осмотре машины с большим пробегом, разумеется, стоит проверить рулевую рейку на предмет отсутствия люфта. Что касается задней подвески, то компонентов здесь минимум. Собственно, пружина, амортизатор, втулка амортизатора и сайлентблок балки. Сайлентблоки задней балки выхаживают до замены очень и очень большие пробеги. Как правило, сталкиваться с необходимостью менять эти большие резинки на пробегах ранее 200 тысяч вам не придется. Также помните о том, что на большинстве версий курсы задние тормоза будут барабанные. Соответственно, при покупке такого автомобиля с пробегом свыше 150 тысяч километров, будьте на всякий пожарный готовы к тому, что колодочки в барабанах, возможно, придется заменить в связи с фактическим исчерпанием ими своего ресурса. Итак, какие выводы в целом можно сделать по 4-й курсе? На самом деле, если вам принципиален левый руль и обычная автоматическая коробка, то Corsa 4, будучи купленной в хорошем ухоженном состоянии, может действительно очень надолго и без особых затрат удовлетворить ваши потребности в компактном городском хэтчбеке. По большому счету, несмотря на наличие некоторой широковатости, двигатели и коробки передач у этих автомобилей крайне надежные. Не уступает по ресурсу и ходовая часть. Ну а кузов, самая дорогая деталь в любом автомобиле вообще, очень хорошо сопротивляется ржавчине. Плюс, небольшая распространенность этого автомобиля на вторичном рынке позволяет вам приобрести себе подобную малолитражку за разумные деньги. На сегодня это все. Если наш обзор был вам полезен, понравился, чем-то пригодился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас была или до сих пор есть четвертая курса и вы проехали не одну сотню тысяч километров, соответственно, вам есть в чем нас поправить, чем нас дополнить. Указывайте все это в комментариях, поскольку людям, которые выбирают себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!